Привет! Меня зовут Нара, я риэлтор и работаю в Северной Вирджинии вот уже 16 лет и делюсь своими знаниями, опытом и мнением иногда на моем канале на YouTube, где вы сейчас и находитесь. Сегодня мое видео, так как сегодня пятница, о том, чего ожидать в процессе оформления дома, то есть с того момента, когда вы подали контракт, получили approval letter и ваш банк начинает работать на оформлении ипотеки, а ваш агент и компания-оформитель начинает заниматься оформлением самого дома на ваше имя. В первую очередь я хочу вам сказать, что сам процесс занимает от 15 дней до 60 дней, в зависимости от банка, от людей, с которыми вы работаете. Например, есть такие union credits, которые, в общем-то, не банки и не лендеры, но они тоже дают ипотеки и они занимают гораздо больше времени на оформление вашей ипотеки и на выдачу конкретно денег на покупку дома, чем, скажем, непосредственно лендеры, то есть организации, которые только и занимаются ипотеками. Если это хорошо налаженная, отлаженная компания с человеком, который знает, что он делает, то можно закрыть кредит и оформить вашу ипотеку и, соответственно, покупку дома за 15 дней. Это самый такой, наверное, короткий. Но есть такие, которые это делают за 7 дней, но нет необходимости давить без особой необходимости. Поэтому вот 15 и больше. Среднее статистическое время на все про все сейчас на нашем рынке это 21 день до 30 дней. То есть, когда вы подаете контракт и в контракте вы должны прописать, сколько вы ожидаете времени на то, чтобы было закончено оформление вашей ипотеки, соответственно, вы можете пойти и закрыть эту сделку, называется settlement, подписать документы, получить ключи и продавец получит свои деньги. Чем быстрее вы это делаете, если вы покупатель, тем больше у вас шансов получить добро вашего продавца на продажу этого дома вам. Тем более, если вы участвуете в так называемых bidding wars в аукционе и кроме вас есть еще другие покупатели, которые дают свои предложения, то, конечно, там нужно будет работать с вашим банком и как можно максимально укорачивать период оформления вашей ипотеки, чтобы как можно быстрее закрыть сделку, чтобы продавец получил свои деньги как можно быстрее. Тогда ваш контракт сильнее становится. Ну а чего ожидать и чего делать категорически нельзя? Вот смотрите, когда вы собираетесь покупать дом и даже если вы еще не вошли в контракт, вы просто подаете на ипотеку, вам дают добро и говорят, ищите дом, как только вы найдете, мы начнем процесс оформления. А вот в это время ни в коем случае, до того как вы получите ключ от вашего дома, до того как вы получите и уже становитесь владельцем вашего дома, ни в коем случае не нужно идти и покупать машину в кредит, вообще не нужно тратить большие суммы, не нужно покупать мебель, И ни в коем случае не нужно открывать дополнительные кредитные карточки от всяких там магазинов. Есть люди, которые думают, что они получили добро от банка, теперь можно пойти и открыть кредитную линию, скажем, в магазине мебели, чтобы обставить их новый дом, торопятся. И таким образом, когда кредитная история меняется, это может повлиять на вашу кредитную историю так, что вы в конечном итоге не получите ипотеку. То есть, да, банк может вам дать добро при условии, что ничего не изменится. И вот самая большая вещь, которая может измениться, которая может вот так вот повлиять на ипотеку, это если вы откроете кредитную линию где бы то ни было, в магазине, в автодилерстве, даже если вы пойдете просто в Мессис, откроете себе кредитную карточку просто на покупку одежды, это может сделать такой дисбаланс, что вы можете потерять вашу ипотеку. Так что ни в коем случае следите за тем, что вы тратите. Тратить нужно, конечно, не нужно совсем уже закручивать гайки, но в то же время будьте внимательны, как вы тратите свои деньги, потому что в конечном итоге происходит следующее. В день подписания документов, в тот день, когда вы непосредственно получаете ключ от дома и становитесь владельцем, банк делает последнюю проверку на предмет, работаете вы еще или нет, это обязательно проверяется в последний день, и если вы теряете работу по какой-то причине, то, к сожалению, ипотеку вам не дадут в конечном, ну это может, ну это точно вам ипотеку не дадут уже. Это делается в последний день, вот в день вашего закрытия сделки. И проверяется еще раз, делается кредит-чек вашей кредитной истории. То есть если что-то меняется, ваш кредит-скор падает, или ваша кредитная линия уменьшается, потому что вы взяли и пошли что-то купили, или вы потратили какую-то большую сумму, и у вас это как-то обозначилось, где-то проявилось, все, банк закроет, деньги не будут перечисляться к компании-оформителю, компания-оформитель не сможет закончить оформление дома на ваше имя. Поэтому очень аккуратно, очень-очень внимательно смотрите за тем, как вы тратите ваши деньги. Подождите, потерпите, станете владельцами, потом вы можете уже делать все, что угодно. Как только вы подписываете документы, все, вы можете открывать любые линии кредитные, вы можете тратить деньги, как вы хотите, покупать машину, уходить с работы, если у вас это в планах, и так далее, и так далее. Поскольку вы можете расплачиваться с ипотекой, как и запланировано. Значит, чего ожидать? Быстренько просто пройдусь. Вот смотрите, вы получили approval на ипотеку, вы подали контракт, банк сказал, хорошо, все, работаем, оформляем, теперь мне нужно от вас дополнительные документы, которые раньше я от вас еще не запросил. И туда входят, значит, самые последние счета из банка, ваши последние, как они называются, ну, statements из банка, да, с вашими наличными, сэйвингс и так далее, во все ваши активы, ваша paystabs, да, это заработная плата за последние два периода, как вы получаете вашу зарплату paystabs, ваши налоговые декларации за последние два года, то есть все ваши финансовые документы, то есть если у вас есть где-то наличные, вложенные в рынок недвижимости, то есть в рынок ценных бумаг, все это банк попросит. Если вы об этом заявили при подаче заявки на ипотеку, все эти подтверждения всех вот этих вот вещей банк у вас запросит в письменном виде. Ну и будет дальше проверяться ваши кредитоспособности, платежеспособности и так далее. Вы будете работать очень-очень сильно с вашим лоунофисером, будет много информации, будет поток информации, который будет идти туда-сюда, а в это время будет оформляться дом на ваше имя, то есть будет проверяться дом, который вы покупаете, будет проверяться частота владения, то есть будет обязательно проверяться, не может ли кто-то прийти, потом претендовать на то, что это дом на самом деле их, и никто не имеет права его продавать это будет все проверяться вы будете получать дом в чистом как бы в чистом вот от этих вот всех вещей виде будет очень многие вещи проверяться для этого для этого нанимается компания-оформитель я сделаю отдельное видео о роли компании-оформителя называется тайтл компания чтобы вы понимали чем они занимаются но вам как только вы подали контракт и вы работаете дальше вы должны сделать home инспекцию вы должны сделать определенные вещи но это все работа с вашим банком то есть вам банк будет говорить что делать вы будете говорить ваш агент единственное что он сделает это скажет вот мы идем делаем инспекцию дома чтобы вы понимали что вы покупаете и дальше ваш агент работает с банком с компанией-оформителем с агентом продавца то есть ваш агент за кулисами производит до двух тысяч звонков в процессе контракта от подписания контракта до сеттлмента чтобы вы понимали очень многие вещи вы не знаете о том что мы делаем за кулисами от вашего имени то есть мы стараемся вас не дергать без необходимости если можно решить какие-то вещи не вовлекая вас мы их решаем если нужно вовлекать ваше имя получить ваше разрешение или по или вовлечь вас в процесс обязательно мы вас держим в курсе хороший агент старается не теребить клиента без особой необходимости но при этом делается все конечно с вашего ведома с вашего разрешения никто без вашего ведома что-то делать не будет конечно ни в коем случае вот ну ну вот это в принципе все самое главное то что я хотела сказать это пожалуйста смотрите внимательно кто на то как вы тратить деньги в процессе вот и вот вот и все на самом деле это вот все что чем я хотела сегодня поговорить если есть вопросы пожалуйста звоните обращайтесь любое время я с удовольствием с вами пообщаюсь и если есть необходимость в работе ну то есть в моих моих услугах я конечно тоже с удовольствием вам помогу ну и до следующей пятницы пока а